добрый день в данном ролике мы рассмотрим присоединение к приложению хомин конвектора болю rapid digital inverter она ровно такой же как и для конвектора болю трансформер digital inverter он сзади находится просто немножечко интерфейс и управление будут отличаться процедуру включения ровно тоже здесь мы разместили только голову управления чтобы не подключать целиком конвектор и так сейчас жарко у нас обратите внимание первую очередь вот на эту резиночку дело в том что внешний вай фай модуль от этой резиночки может надо не срабатывать будет плохой контакт и она мешается поэтому если вы рассчитываете подключить вай фай модуль эту резиночку можно смело выдирать гарантия от этого не теряется ничего страшно от этого не произойдет вставляем вай фай модуль далее работа нас ведется в приложении сложность подключения здесь связано с тем что из коробочки данный вай фай модуль не знает про данные конвектор он не умеет из коробки им управлять поэтому нужно будет еще обновить программное обеспечение в приложении нажимаем добавить устройством показать все устройства и находим необходимый конвектор данном случае болю rapid если у вас конвектор болю трансформер диджитал инвертор находится конвектор трансформер диай и выбираете необходимую модификацию которую у вас я выбираю сейчас болю rapid продолжаем приложение говорит что необходимо присоединиться к сети wfm 02 в андроиде мы переходим на экран подключения вай фай сети вот у нас есть данная сеть эта сеть поднимается вай фай модулем если это сесть эту сеть вы сразу не видите нажимаете обновить доступные сети когда она появится если этой сети вы также не видите то необходимо предварительно еще на 10 секунд зажать кнопочку и сбросить настройки устройства то есть если вы раньше пытались удачно или неудачно присоединить данный вай фай модуль к сети то предварительно необходимо сбросить настройки android умный он видит что на данные сети нет интернета и предлагает присоединиться к другой сети. Нам этого не нужно, мы от сети не отключаемся. Возвращаемся назад. В iOS подключение к сети WFN будет происходить автоматически под нажатием кнопки «Подключиться». Сейчас инструкция говорит, что нам необходимо войти в режим сопряжения. Для этого на Wi-Fi модуле сожимаем кнопку на 5 секунд. Она загорается светло-зеленым. В приложении нажимаем «Продолжить». Выходит список сетей. Нам необходимо выбрать ту, к которой мы хотим присоединиться. У меня сеть подставляется автоматически, поскольку я ранее к ней уже что-то присоединял. Пароль мне также подставляется автоматически. Вам необходимо будет его ввести вручную. Подключить. Приложение говорит, что конфигурация успешно завершена. Это означает, что на Wi-Fi модуль приложение передало параметры сети. Сейчас Wi-Fi модуль подключится. Вот видите, так как я ранее подключал данный Wi-Fi модуль к другому кондиционеру, в его памяти осталась эта информация. И он неправильно выводит название конвектора нашего. Если изначально Wi-Fi модуль ни к какому прибору не присоединяли, то здесь будет просто WFN02. Реквизит на название данного Wi-Fi модуля. Приложение сразу говорит, что доступно обновление прошивки. И показывает идентификатор устройства 16. Нам необходимо эту прошивку обновить. Обновление занимает минуты две. Первоначально прошивка новая закачивается на Wi-Fi модуль. Потом она устанавливается. В этот момент Wi-Fi модуль будет гореть сиреневым цветом. И после того, как прошивка установится, Wi-Fi модуль присоединится к сети. Все, ждем. Прошивка установлена. Wi-Fi модуль пытается установить соединение с сетью. Соединение установлено. Так как донгл теперь уже с новой прошивкой знает, какое это устройство, можно им уже управлять. Можно выключить, включить, переключить программу. Данный конвектор не показывает переключение. Или изменить температуру. Все. Приятного вам использования прибора. Все. Приятного.